МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2017 году письмо с описанием проблемы появилось на сайте президента. К этому времени дождевые потоки окончательно привели в негодность технику карточного ремонта. Через несколько месяцев силами города ухабистая полоса земли превратилась в асфальтированное дорожное покрытие. Следующим этапом планировалось строительство системы водоотведения. Мы боимся, что она однажды в обычный хороший дождь у нас и течёт. Поэтому каждый раз, когда сильный ливень, весь поток с улицы Кольцевой по коттеджному городку устремляется на наши две улицы, Виляева и Неверова. Поэтому этот асфальт может простоять год-два ещё максимум от силы. Проект устройства водоотводных систем разработали в 2017-м, параллельно с укладкой асфальта. В качестве ориентира использовали советскую модель конструкции с модернизированными элементами. Но двух лет, чтобы работу закончить, оказалось недостаточно. В настоящий момент идёт поиск средств. В принципе, уже есть положительные решения. Поэтому планируется, что в текущем году данная работа силами муниципалитета будет выполнена. Ещё большая беспокоенность за жизнь и здоровье местной детворы вызывает отсутствие в посёлке тротуаров. Пешеходные дорожки в частном секторе вовсе не предусмотрены. У нас дети ходят по проезжей части. Это небезопасно. Учитывая, как у нас любят лихачить здесь, особенно в тёплые периоды, зимой-то, конечно, не так и то всё равно несутся. А когда начинается тепло, с марта по октябрь у нас здесь сплошные гонки. Зимой гонки автомобильные превращаются в снежные. Сугробы с проезжей части убирают на удивление профессионально и оперативно к придомовым территориям. А дальше как по цепочке. Повышение температуры воздуха, таяние снежных масс и одновременные проезжие. Пешеходная дорога превращается в ручей. Всё это стекает. Дети идут по рекам, которые стекают у нас по Соловьёвой. Соответственно, дети пытаются обходить эту мокроту и выходят прямо на середину проезжей части. Я как водитель очень часто сталкиваюсь с тем, что мне навстречу едет машина, а я должна и детей объехать, и встречку должна как-то уступить ей дорогу. Дети бы и рады бы проезжей части не ходить, да только других вариантов добраться до школы у них попросту нет. Мы в прошлом году поднимали этот вопрос и собирали даже подписи по поводу хотя бы выделения автобуса детского, школьного, чтобы деткам хотя бы можно было безопасно добираться до школы. Но вопрос остаётся открытым. Единственный альтернативный вариант, который нам предлагали, это в летнее время нам пускали один раз маршрут, это в 7.30, это был единственный маршрут, который поднимался вверх. Всё, других вариантов у нас не было. То есть с октября месяца у нас полностью отключают и данный вид транспорта тоже. С точки зрения техники безопасности отправлять в посёлок общественный транспорт не решаются городские власти. Маршрут следования неизбежно должен пролегать по улице Соловьёва. Угол наклона одного из участков этой дороги значительно превышен. Крутизна склона здесь доходит до 15%. Надеждой на разрешение аварийной ситуации в пользу детей появилась с новой региональной акцией «Безопасный детский маршрут». Для того, чтобы проблему взяли на контроль, достаточно разместить видеозапись опасного маршрута школьника в социальных сетях под хэштегом «Детский маршрут 73». С 1 сентября текущего года в тестовом режиме ещё один маршрут будет отправляться в 7.40. Ранее это уже был такой эксперимент, проводились, но в связи с ненаполняемостью, невостребованностью данного маршрута его отменяли. Если граждане, жители, пассажиры будут пользоваться и автобус будет наполняться, то он будет ходить в это время. Тем временем очередной год ожиданий подходит к концу. Помимо властей муниципальных, за решением сложившихся поселковых проблем следит Федеральный центр мониторинга за обращениями граждан на сайте президента. Результаты одного из последних социальных опросов дали понять. Для того, чтобы сдвинуть с якоря винновский корабль, нужны дополнительные силы. Яна Федорищева, Даниил Сурков, Новости Управду ТВ.